Я прочитал в интернете про такую тему, как легкие шоссейные колеса, а это значит, что у меня есть лишний повод поглумиться. И поможет мне глумиться мое самое тяжелое колесо на планете, ну, по крайней мере, из тех, которые собирали для того, чтобы на нем действительно ездить. И я на нем катаюсь, поверьте мне. Я не знаю, сколько оно весит, мне лень измерять, но здесь одна только втулка весит 1600 граммов. И не надо мне говорить, что, дескать, она не вращается так, что втулка не считается очень. Здесь даже все дофига вращается, здесь неподвижна только ось и вот этот переключающий механизм. Дальше, здесь обода от фирмы Alex Rims, которая вообще-то специализируется на МТБшных ободах и, возможно, вообще не в курсе, что она делает что-то шоссейное. Здесь покрышка Maxis Detonator говно полное, здесь камера из декатлона. Здесь спецовка, обратите внимание, в три креста и, самое главное, здесь есть катафотик. Окей, давайте попробуем восстановить логику адептов легких колес. Дескать, для того, чтобы разогнать всю систему из ездока и велосипеда, нужно приложить не только работу по приданию кинетической энергии движения всей этой системы вперед, но и вложить ее в энергию вращающегося движения колеса. Соответственно, чем колесо легче, тем меньше энергии надо вкладывать. Ну что, давайте попробуем, сколько энергии понадобится вложить в это колесо, чтобы его раскрутить. Но сначала давайте посчитаем, с какой скоростью мы поедем, если раскрутим это колесо. Здесь спереди у нас 46 зубьев, сзади 16 зубьев. Плюс планетарка стоит на последней передаче, и это нам дает дополнительный коэффициент в 1.615. В конце у нас получается передаточное число 4.64. Это немного больше, чем 52.12, но немного меньше, чем 52.11. Соответственно, при хорошем каденсе здесь будет где-то 50 км в час. И для большего смеха я буду раскручивать это колесо, используя не ноги, как обычно делают велосипедисты, а вот эту одну костлявую руку, которая никогда в жизни не держала ничего тяжелее, чем мой велосипед. Ох, волнуюсь. Как бы велосипед не перевернуть. Сколько у меня ушло? 2 секунды? Кто-нибудь засекал? Ну ладно, пусть будет 2 секунды, поскольку 2 секунды это красивое число, это разгон от 0 км в час до 50 км в час за 2 секунды, что соответствует перегрузке ездока в 2.5G при этом. И если вы хотите так рвануть с перекрестка, то вам понадобится очень крепко держаться за руль, потому что иначе вас просто отнесет назад. Также 2.5G это те перегрузки, которые испытывают астронавты на сотой секунде полета в момент максимального аэродинамического сопротивления. Так что без лишней скромности я могу сказать, что своей костлявой рукой я раскрутил это тяжеленное колесо практически с космической скоростью. Какой вывод сделаем? Ну, сделаем вывод о том, что мне просто очень завидно за то, что я не могу потратить 500 долларов на колесо, которое будет при этом на 200-300 граммов легче, чем обычное. Но ничего, адепты легких колес когда-нибудь начнут кататься на своих велосипедах, и они поймут одну страшную тайну, что в шоссейном велоспорте колесо это не инвестиция, это расходный материал. Всем спасибо!